Запишите! Не буду! У меня таких учеников еще никогда не было! Козюлька! Привет, здорово! Дай пятюню! Что? Да я успею к этому! Вы ужасная ученица! Надо я вам, я хочу домой! Очки вас не сделают умнее! Попочка, хвостик... Интересно, если мне на хвостик нажать, у меня тоже лучше буду так лергаться? Не два! Именно так! Ну вот! Ладно! Не будете советом два? Ха-ха-ха! Срочное объявление! Впервые в Казахстане! 8 октября! Астана! 17.00! Вход в ТРЦ Мега Сил Квей! Аня встречается с Мэджиками! Приходи! Все подробности в инстаграмах! Приветик! Ты на канале Мэджик Пэтс! Эм... Я Эйван! А это моя жена Миша! Эм... Миша лайк! А это наша дочь Юмичу! А ты опять не сказал, что я покемон! Ладно-ладно, покемон! А это моя тетя София! Привет! А это Киса Алиса! Подписывайся на наш канал! Видите, тут появляются ваши волшебные комментарии! А вот там поставь нам лайк! Договорились? Киса Алиса, что это у тебя за новая подставка, на которой ты лежишь? Да, Киса Алис, подвинься давай! Чуть меня не раздавила, София! А что это за штука, правда? Может, это Аня купила? Привет, ребятки! У меня для вас торжественная новость! Совсем скоро мы заезжаем в наш дом! Мэджик Хаус! Который мы строили так долго! Ух ты! Круто-круто-круто! А можно у меня будет отдельная комната? Класс, Аня! Вообще супер! Ура! Наконец-то! Наконец-то! Класс! Радоваться-то все могут! А вот кто будет в этом большом доме убираться? Чур не я! Я тоже чур не я! А кто я, что ли? Нет! Убираться? Это не про меня! А я не умею убираться! И вообще, Алиса больше всех свинячит! Чего свинячит? Это вранье! Ребят, хватит спорить! Этот вопрос у меня решен! Убираться будет Айклэба Омега! У нас что будет? Новый питомец? Какое-то имя для питомца очень странное! У нас что будет? Новый друг? Нет! Не надо нам в наш дом еще каких-то друзей! Да нет же, ребят! Это робот-пылесос! Ну-ка, Софи, слезь-ка с этой коробочки! Так, и чё? И зовут его, похоже, Юджин! Давайте знакомиться! Юджин! Юджин! Кажется, Юджин спит! Алиска, дай-ка мне инструкцию! Сейчас все сделаем! Так что, пока вы будете гулять на улице, ребята, наш милый робот будет убираться! Да-да ладно! Ага, получше нас с вами! Ого, погнал! Да, за ним так сразу все чистенько! А как он, как он, ой-ой-ой, а как он? Смотри, сейчас врезется! Не врезался? Умный! А, только Ань, как он поймет, что пора убираться? Ребят, ну вы чё, современные технологии! Он работает автоматически по установленному таймеру! Мы выставляем время, которое нам нужно, и каждый раз, пока мы с вами, например, гуляем, он наводит порядок! Да ладно, это просто идеальный друг! Нет, я нашла, у него минус! Ань, ты, конечно, извини, но тебе всё равно придётся мыть полы, он же пылесос! А вот и нет! Видите эти штуки? Это специальные тряпочки, так что он также моет полы, если прикрепить к нему влажную тряпочку! Эй, эй ты, эй! Ты чё, не шевелишься? Алис, да я просто его перевернула, чтобы тряпочку закрепить! Вот так, раз, и всё готово! Ну-ка, 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 проверим! Хорошо ли она держится? Да, не отвалится! Всё продумано! И теперь Юджин не только пропылесосит, но и помоет пол! Ничего себе! Да уж! Да, круто, но всё равно, это же робот, Ань! А роботы штуки сложные! Но не наш, ребят! Он очень лёгкий в обращении и обслуживании, так что с ним справится даже ребёнок! Даже мы? Ну посмотрим, может и вы научитесь! Да уж! Ну вот, ребята, вы и познакомились, ладно, давайте снимать видео дальше! Погоди, Ань, я возьму пульт, я включила! О-о-о, он проснулся! Ой, кажется, я не туда нажала! Алис, ты просто открыла крышку, где у Юджина коробочка с мусором? Это личное! Ань, а где Юджин будет жить? Вот у вас есть свои лежачки, где вы спите? Так! А у него есть база, и он сам туда возвращается после того, как закончит уборку! Ничего себе, ты умный! Кажется, он мне ответил! Ань, а если кто-то из наших подписчиков, мэджиков, тоже захочет такого робота? Можно Юджин покатать мою же покемона? Нет, лучше тогда мою розовую уточку! Ань? Так, не спорим, пусть Юджин покатает и покемона, и уточку! Ну, а если кто-то захочет себе такого же робота, то я, как всегда, оставлю ссылку в описании! И они смогут пойти и купить себе такого же, да? Да! Круто! Крутяк! А из его коробочки можно сделать неплохой домик! Ладно, подружусь с Юджином! Так, я все прибрала, давайте снимать! Ань, но мы сегодня не снимаем видео! Почему? Потому что Киса Алиса и Юмичу идут в школу! В школу? И не забудьте взять форму на зоофизкультуру, а то опять двойки получите! Чего? На какую еще зоофизкультуру? Мне физкультура и дома достаточно! Кстати, про физкультуру! Если ты хочешь посмотреть полный урок настоящей зоофизры, догофизры! Со всякими там супер упражнениями, лестницами, дорожками! То потом сходи на наш канал Magic Family! Хе-хе-хе! Заодно над Анюской поржешь! Ей там тушь досталась! Собачья физра, это тебе не видосики снимать! Что? Короче, вы ссылку оставили? Да, вот там внизу в описании! Потом сходи, посмотри и поддержи нас с лайкосиком! Да, такого ролика у нас на канале точно еще никогда не было! Ладно, ребят, я пошла, у меня завтра должны выйти смешилкины! А девчонки в школу! Итак, Киса Алиса! Но? Не нукайте тут! Сейчас у вас урок кота музыки! Но? Перестаньте нукать! Сегодня мы с вами будем петь песенку из мультфильма Крошка-енот! Че? Не чокайте тут! Где ваша тетрадь по кота музыке? Розовая! А школьные принадлежности где? Чем вы будете писать? В пенале! Так, если вы не знаете песню, придется записать слова! Так, запомню! Повторяйте за мной! От улыбки хмурый день светлей! От улыбки хмурый день светлей, да! От улыбки в небе радуга проснется! Вот че вы вориоте? Как может радуга проснуться от улыбки? Так, где ваш дневник? Нет! В школе задают вопросы учителя, а не ученики! А что это? Это моя указка, не трогайте! Прикольная! Ведите себя прилично! Запоминаем! Поделись улыбкой у своей, и она к тебе не раз еще вернется! А сколько раз вернется? Не будете изучать музыку? Пойдете изучать химию! Ладно, ладно! Дальше! И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке! Но можно последний вопрос? Ну? Откуда у кузнечика скрипка? И как выглядят пляшущие облака? Вы видите это? Это ваш дневник! И там может быть два? Спросить нельзя! Вы должны уже были знать слова! Запишите! А? Не буду! Не буду записывать никакие слова! Алиса, вы выводите меня из себя! Что за безобразное поведение? У меня таких учеников еще никогда не было! Я всего лишь хотела спросить! Я подросток! Вы должны мне объяснять, что и почему! Пишите текст! Не буду! Не буду писать текст! Сначала смысл! Смысл в том, что нужно улыбаться и дружить! Что непонятного? Как бы сразу и сказали! А теперь записывайте текст! От улыбки хмурый день светлей! Сейчас возьму карандаш! Где мой карандаш? Вот он розовенький! От улыбки! И не хочу писать! Может вы не умеете писать? Все может быть! Хватит! С меня довольна! Я ставлю вам два! Ладно, ладно! Что это? Почему вместо урока кота музыки написано... Красивочка! Это не я! А кто? Не скажу! Хватит пикать меня своей указкой! А то я ее съем! Ладно, ладно, простите! Что писать надо? Напишите кота музыка! Сейчас! А я поставлю вам два! Нет! Тогда я не буду писать! Кошмарное поведение! Самая худшая ученица! Считайте, что вы сорвали урок! Я ухожу! До свидания! Фух, наконец-то! С голубого ручейка начинается рыка! Ну а дрожьба начинается с улыбки! С голубого ручейка начинается рыка! Ну а дрожьба начинается с улыбки! Ой, сейчас же герой так прийдет! Здравствуйте, Юмичу! Здрасте! Сегодня у вас урок английского! Где ваша тетрадь по английскому языку? Что-то я ее тут не вижу! Дагоматика, еще какая-то тетрадка! А, вот он! Англ Гав Иуми! А вот и ваш дневник! Сюда мы будем ставить вам оценки! Итак, начнем! Вы в англоязычной стране! Как вы поздороваетесь? Привет, здорово! Как дела? Что? Для начала вы должны сказать hello! А? Hello, дай пять! Дай пятюню! Какую еще пятюню? Эй, здорово! Ты говоришь по-русски! Стоп! Остановитесь! Эй, чувак! Какой еще чувак? Что за ты говоришь по-русски? Hello, do you speak English? Hello, do you cha? Ужасно! Посмотрим, что у вас записано в тетради! Что? У вас ничего тут не написано Юмичу! Что это такое? Неудивительно, что вы ничего не знаете! А, а что? У вас пустая тетрадь! А, ну, ну, да! Вы не знаете ни слова по-английски! У вас есть опасность получить два! Ну, подождите, подождите! Что? Я знаю много слов по-английски! Например? Я сейчас вам покажу! У меня вот тут есть такая тетрадка! То есть, это ваша тетрадь по-английскому языку, да? Pokemon Go! И что же тут? И там много слов! Слово Pokemon, слово Go! Тут просто рисунки каких-то непонятных существ! Еще какие-то карточки Pokemon Go! Где вы тут видите английские слова? Я знаю Бульбазавр, Чармандр, Чаризард, Метаплод, Паразек, Нидуран! Вы издеваетесь? Это не английские слова! А Пикачу? Хватит с меня! Вы должны учить язык, а не название каких-то странных существ! Главное! Итак? Hello! Do you speak Pokemon? Вы язык! Чтобы мы друг друга понимать! Юмичу, вы что, надо мной издеваетесь? Я говорю Hello! Повторяйте! Повторяю! Hello! 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 Do you speak Pokemon? Покемоновый язык! Вы попадете в другую страну и абсолютно не сможете там разговаривать! Вы ужасная ученица! Вы даже не стараетесь запомнить то, что я вам говорю! Ну, извините, пожалуйста! Я стараюсь! Еще раз приветствие! Hello! Hello! Do you speak English? Do you speak English? Пожалуйста! А лучше, пожалуйста! Понимаю, Russian! Все! С меня хватит! Вы совершенно не хотите обучаться! Я ставлю вам два! Да что? Ну, хочу я! Я же говорю! Hello! Do you speak English? Ну, пожалуйста! Учите домашнее задание! Два с минусом! Ну, вот! Так не честно я же пыталась! Hello! Do you speak Pokemon? Новый язык! За что два-то? Еще и с минусом! Ну и ладно! Я вот как возьму! Сама все выучу! И в следующий раз еще тебе покажу! Школа дурацкая, школа учиться в школе мне лень! Эй-эй-эй-эй! Куда ты убегаешь? Маленькая птичка, розовая попка! Так, Кисалису, здравствуйте! Давайте уберем игрушечку! Игрушки у нас не для школы! Я ваш учитель Котоматики! Котоматика! Это что еще такое? Котоматика! Надоело мне! Я хочу домой играть и спать! Ваш учитель по Котомузыке сказали, что вы назвали ее урок Козюлькой, и она поставила вам два! А еще она сказала, что вы сорвали ей урок! Со мной у вас это не пройдет! Зачем вы надели эти очки? Чтобы выглядеть умнее, как вы! Очки вас не сделают умнее, к сожалению! Ну и ладно! Надеюсь, по моему предмету вы получите оценку получше! Итак! О, это что такое? Вкуснятик и пахнет! Можно ее съем? Нет, Киса Алиса, так не пойдет! Мы будем сейчас учиться считать! Перестаньте есть вкусняшки! Минус один! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! На моем уроке я такое не позволяю! Перестаньте есть вкусняшки! Мы их будем считать! Киса Алиса! Минус два! Я почти умею считать! Заново! Итак, у нас есть десять кусочков лакомств! Три раза по три и еще один кусочек! Ну? Не нукайте! А слушайте внимательно! Уберем один! Сколько осталось? Много! Что значит много? Давайте считать! Сейчас я пересчитаю! А только съем еще парочку! Минус два! Киса Алиса! Перестаньте так себя вести! Остановитесь! Давайте учиться считать! Итого у нас... Вы уже съели один кусочек! Так, ладно! Три раза по три! Это сколько? Это уже умножение! А вы должны уже знать умножение! Я не знаю! Посчитайте на пальцах! Три по три! У меня нет пальцев! На коготках посчитайте! У меня нет три по три! У меня четыре по пять! Смотрите, я буду объяснять вам на доске! Представим, что у нас было десять вкусняшек! Одну вкусняшку мы убрали! Итого осталось девять вкусняшек! Девять вкусняшек могут выглядеть по-разному! В том числе, как три по три! Да, действительно, это умножение! Но точно так же это и сложение! Ведь девять раз по одному получается девять! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять! Понятно! Ага! У вас крошка на подбородок! А почему здесь осталась всего одна вкусняшка? Зачем вы съели все остальные? Ну, это типа было десять, девять мы убрали, и осталась одна! То есть вы прекрасно умеете считать! И если убрать её, то останется ноль! Но её вы не уберёте! Ужасное поведение! Теперь я понимаю учителя по музыке! Вы ничего не умеете, ничего не знаете, а ведёте себя как будто всё знаете! Я тоже ставлю вам по катоматике 2, еще и с минусом, понятно? Кушать заповещают. Считайте, что вы сорвали мне урок, я ухожу от вас. И пожалуюсь директору на вас. А когда, скажите, обед, и можно будет пойти в столовую покушать? Здрасте, извините, я только из столовки. Уберите ногу с парты. А, простите, извините, а что у нас за урок? Дугология, мы будем изучать ваше строение. Похоже на мою тетю Софию и папу Ливона. Это собачки. Сейчас, секундочку, поставим вот сюда. Это собачка-мальчик, а это собачка-девочка. Вы знаете разницу? Разницу? Разницу между девочками-собачками и мальчиками-собачками. Но я не собака. Откуда я знаю? Что значит не собака? Я покемон. Вы подготовились к уроку? В смысле? Ладно, начнем со снов, не будем про пол. Это собака, у нее есть глаз, их два. И нос. Правильно, и нос. Но я покемон, я не собака, хотя у меня тоже есть глаза. Перестаньте говорить ерунду. А эта собака-девочка, у нее тоже есть нос, видите, язычок. О, понятно. У нее есть собака. Я думаю, что я собака. Я же покемон. Лапки, попочка, хвостик у нее. Я Юмичук. Не просто Юмичук, а Юмичук. Это как Пикачу. Зачем мне знать, из чего сделаны собаки? Зачем мне знать, чем различаются собаки? Мальчики от собачек-девочек, если я покемон. А покемон это волшебное существо, которое спасает мир. Мне не нужно знать, кто такие собаки. У кого-то короткая, у кого-то длинная. Вы запомнили? А, не совсем. А почему вы меня не слушали? Видите, вот стоит фигурка. Это, это я. Какое безобразие. Вот это вы. Вы хотите сказать, что вы это вот это желтое существо. Да, а нажмите там на хвостик на попе. На попе? Ой. Видите, как ушки шевелятся. Это не смешно. Вы правда считаете, что вы похожи на это существо? Интересно, если мне на хвостик нажать, у меня тоже уши будут так лергаться? Я сейчас поставлю вам двою мечу. Это вы, вы собака. А это ваш этот покемон с шевелящимися ушами. Это не вы. Поняли? Я, я, я не согласна. Кто из них вы? Лучше ставьте два. Я покемон. Собака. Нет, вот этот желтый. Неудивительно, что по моему предмету у вас два. Потому что вы оказывается двоечница, судя по вашему дневнику. Чувствую, из-за поведения у вас будет два. До свидания. До свидания, удачи. А чё, у нас всё, уроки кончились, да? Можно домой? Ура! Покемон, физорок идёт, а мы форму не взяли. Блин. Ну и где ваша форма? Я готова выполнить 100 отжиманий за себя и за свою подружку Киску Алиску. Спасибо, Юмичу. Без формы урока не будет. Только, пожалуйста, не два. Именно так. Ну вот. Ладно. Не будете ставить нам два? Я пошутил. Ну вот. Обеим в дневники ставлю двоечки по физре. Да мой, Кис, стыдно. Да уж. По итогу дня три за поведение Юмичу и два за поведение Киса Алиса. Ну что ж, девочки, вы начали учёбу с того, что вы двоечницы. И в журнале пока у вас всё будет плохо. Привет, ребята, как дела? Ань, 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 Киса Алиса и Юмичу вернулись из школы с одними двойками. Двоечницы. Ужас. Как так, покемон? В школе нас не понимают. Вот именно. Ну ладно, я надеюсь всё ещё наладится. Даже по физре. По физре? Грустненько, да? Так что, ребят, обязательно сейчас идите на наш канал Magic Family. И смотрите ролик про урок физкультуры для собак. Раз, два, три. Скорее, бегите, идите, смотрите ролик в топливе. Не забудьте поставить им лайк. И написать комментарий. А ещё подписывайтесь на наш инстаграм. Идите, смотрите ролики на других наших каналах. И не забудьте 8 октября в Казахстане, в Астане, в 17.00, около ТРЦ Мега Силквей. Встретитесь с Аней. Все подробности будут в её инстаграме. Поставь лайк. Ну поставь. Подпишись. Столько новостей за раз. Ю-ху! Субтитры сделал DimaTorzok